Добрый день, уважаемые читатели Блокнота, уважаемые жители города Новороссийск. Сегодня мы обсудим с вами проблему дистанционных мошенничеств. Прежде чем приступить к обсуждению этой актуальной проблемы, я представлюсь временно исполняющей обязанности начальника штаба управления МВД России по городу Новороссийску подполковник внутренней службы Федоров Алексей Юрьевич. Итак, проблема сегодня, как я уже сказал, это дистанционные мошенничества. Их профилактика. К сожалению, на протяжении последних лет число дистанционных мошенничеств увеличивается. Не только по России, но и в Краснодарском крае. Конечно же, Новороссийск не стал в этом смысле исключением. Я стала жертвой мошенников. Позвонили с Московской банка безопасности. Сказали, что у меня вскрыли карту, и на мою карту хотят взять кредит 300 тысяч. И предложили заблокировать карту. Провели некоторые манипуляции. В итоге получилось, что с меня сняли деньги и еще взяли на меня кредит. Просто буддительные все-таки. В 2020 году в ушедшем рост дистанционных мошенничеств составил более 45%. А именно зарегистрировано 1002 факта у нас по городу Новороссийску. Это плюс 444 преступления в сравнении с 2019 годом. Сумма ущерба, которая была причинена гражданам, мошенническими действиями составила 101 миллион 603 тысячи рублей. Очень значительная, конечно же, сумма. Стоит отметить, что данные преступления регистрируются нашим управлением ежедневно. От 5 до 6, порой до 10 фактов каждый день регистрируются. Здесь несложно математически эту цифру высчитать. В году 360 дней, а преступление зарегистрировано 1002. Поэтому мы говорим о том, что, к сожалению, сегодня статистика нас беспокоит. Доверчивость граждан остается на том же уровне, что и было в прежние годы. Более того, я бы даже сказал, что доверчивость, к сожалению, возрастает. Число звонков нашим гражданам с каждым днем увеличивается. На мой взгляд, это может быть связано с теми недостатками, или вернее сказать, с теми проблемами, которые существуют сегодня в пресечении подобного рода деятельности. Проблема связана прежде всего с тем, что звонки сегодня совершаются с использованием так называемой IP-телефонии. То есть это когда используются возможности интернет-ресурсов для осуществления звонков с вымышленных телефонных номеров. И отследить такого рода звонки в настоящее время, к сожалению, очень и очень сложно. И уходит на этот длительный период времени. Отсюда и низкая раскрываемость этих преступлений. Поэтому для того, чтобы не стать жертвой такого рода преступлений, в первую очередь необходимо гражданам, когда им поступают звонки, а чаще всего они поступают от вымышленных сотрудников банка, по вопросу перевода денежных средств, списания денежных средств и так далее. У фабулы там примерно одна и та же используется. Это звонок по телефону, представитель банка сообщает о том, что произведена сомнительная операция по банковскому счету, списаны денежные средства и предлагает потенциальной жертве сообщить сведения об номере, который поступил на смс-сообщение, или даже сообщить реквизиты банковской карты, которая на обратной стороне такой карты зафиксирована. Ну и граждане, как правило, эти сведения сообщают. В результате происходит списание всех денежных средств, которые имеются на карте. Как действовать в этом случае? Ну если поступивший звонок все-таки, как вы считаете, осуществлен именно от сотрудника банка, нет у вас первого такого мнения, впечатления о том, что это звонят мошенники, ну необходимо, на мой взгляд, перезвонить в этот банк, на каждой банковской карте указан телефон горячей линии, по этому номеру можно позвонить и уточнить, производились ли какие-то транзакции. А второй вариант, у многих сейчас установлен мобильный банк, в телефоне можно проверить, списывались ли денежные средства. Более того, все мобильные банки, насколько мне известно, всех сегодня банков при списании денежных средств присылают уведомления в этом же мобильном банке, и все транзакции можно увидеть, что называется, в онлайн-режиме. Поэтому доверять таким звонкам не стоит, необходимо перепроверить поступившую информацию. Сергей Юрьевич, спасибо. Скажите, пожалуйста, как расследуют обычно такие дела? Насколько это трудоемко? Расследованием данной категории уголовных дел у нас занимается специализированная следственно-оперативная группа. В нее ходят представители не только оперативных подразделений, но и следствия. Это наиболее подготовленные, высоко квалифицированные сотрудники. Расследование, как я уже отметил, происходит на протяжении длительного периода времени, что связано с необходимостью направления запросов в банки и в некоторые другие структуры. И подготовка ответов на наши запросы и их направление в наш адрес занимает порой до 30 дней времени. Поэтому расследование здесь, конечно, затягивается на 2 месяца, как правило. Ну, то есть, как гражданам не быть обманутыми, не быть доверчивыми? Наверное, проще всего вообще не брать трубки с незнакомых номеров, да или нет? Ну, это дело каждого, брать, не брать трубки с незнакомых номеров. Тут каждый сам должен для себя решить. Ну, как я уже отметил выше, перепроверить информацию. Если позвонили, представились сотрудникам банка, просят сообщить какие-то сведения, персональные данные ваши, из СМС поступившей для доступа в онлайн кабинет или же реквизиты банковской карты, это уже должно насторожить. Более того, когда приходит СМС-сообщение с кодом доступа к онлайн-банку, там всегда написано о том, чтобы не сообщать сведения из этого СМС-сообщения с номером сотруднику банка. Не всегда такая информация приходит. И поэтому, а зачем тогда ее сообщать? Ни один сотрудник банка реально по телефону не спросит эту информацию. Ну, как вы считаете, потерпевшие на какую-то часть, может быть, сами виноваты в своих бедах последующих? Ну, здесь, мне кажется, ну, виноват в первую очередь преступник, потому что он звонит, и наказание уголовное несет именно он. Он совершает преступные действия. Гражданин он преступления не совершает, поэтому с точки зрения закона он, конечно, не виноват. А в личном плане, ну, здесь, наверное, проявление неосмотрительности, какой-то доверчивости, я бы даже сказал, такой самонадеянности, ну, это, конечно, недостаток тех граждан, которые такие коды из СМС и все прочее сообщают. Здесь я добавлю, вот мы провели анализ за прошлый год по тем преступлениям, которые были совершены, это тысяча два факта, как я уже отметил. Интересная такая статистика, 577 жертв этих преступлений, это женщины, 425 это мужчины. А что касается потерпевших пожилого возраста, то таких было у нас в прошлом году 170. 170 пожилого возраста, то есть это те пенсионеры, для которых, конечно же, сбережения, что у них были списаны с их банковской карты, они, на мой взгляд, весьма существенны. Вот среди обывателей бытует такая точка зрения, что разводят зон. Да, такая точка зрения существует, но я бы не сказал, что эти факты носят массовый характер, более того, принимаются меры к тому, чтобы вообще исключить звонки с мест изоляции. Чаще всего все-таки преступления совершаются с использованием возможностей так называемых колл-центров, расположенных в офисных зданиях, в частных домах, которые арендуют мошенники. В нашем городе в прошлом году как раз мы пресекли деятельность подобного колл-центра. Было изъято следственно-оперативной группой более 200 сим-карт. Естественно, они были зарегистрированы не на тех людей, которые ими пользовались. В настоящее время уголовное дело уже направлено в суд. Всего там вменяется 17 эпизодов преступной деятельности только по Новороссийску. Всего же по Краснодарскому краю 25 эпизодов. В разговоре с преступниками, вот интересна тоже была информация, они сообщили, что ежемесячно их доход составлял около 10 миллионов рублей. То есть это говорит о том, что граждане реально поддаются мошенникам и перечисляют деньги, к сожалению.